Всем привет! И вы на канале Элинка ТВ! И сегодня, ребята, я вам расскажу вот про такие игрушки, которые можно повесить на ёлку. Они сделаны в форме ёлочных игрушек, и такие игрушки можно приобрести в магазинах Евроопт. Мы так ждали новую акцию от Евроопта, потому что мы всегда участвуем во всех акциях от этого магазина и собираем всегда все игрушки, потому что Евроопт придумывает классные, прикольные акции. И всего в коллекции 7 игрушек. Это 7 животных разных. И сейчас мы вам, ребята, расскажем подробно про каждого из них, ведь у них есть у каждого своя история и свое имя. А вы не забывайте подписываться на мой канал Элинка ТВ и ставить лайки, а мы поехали! Ребята, смотрите, первый герой – это главный герой, его зовут Бычуня. А главный он, потому что следующий год у нас будет год белого быка. Именно этот зверек исполняет все мечты, и он главный персонаж лесной семейки. Так, чтобы Бычуня не подведи нас в 2021 году, надеемся, он будет получше 20-го без всяких ковидов. Ребята, дальше у нас идет Топтышка. Топтышка – самый добрый житель леса. Он учит дорожить дружбой, и он очень классный на ощупь, правда? Он такой плюшевый, у него подлиннее шерстка уже, чем у бычка. И он такой, видите, очень мягкий, как медведь. Дальше, ребята, у нас Белочка Огонек. Белочка у нас непоседа, любит все новое и легка на подъем. Вот такая вот, посмотрите, она солнечная, яркая и очень классная. Следующий у нас ежик. Его зовут Йоня. Это самый любимый персонаж нашей Эли. Почему? Потому что он такой пашистый. Он такой мягенький, посмотрите. Такой приятный. На ощупь, как есть такие пледы или подушки, да, Эля говорит. Йоня у нас самый остроумный из зверя. Он умеет насмешить и подбодрить в трудную минуту. И покажи нам, какой он симпатичный. Ты ему укладку делаешь рокерскую или панковскую. Посмотрите, такой он симпатичный, улыбается, у него синие-синее глазки. Он так сквай хочется. Дальше, ребята, у нас идет такой вот бычок-зубрик. Почему бычок? Он же зубр. Он так на быка похож, он же еще раз. Да, он на быка похож, у него тоже есть рожки, видите. Но все-таки это зубр. Зубрик очень смелый и всегда готов прийти на помощь. А еще он отличный компаньон для прогулок. Любит природу и всегда замечает что-то необычное. Дальше, ребята, у нас идет такой зайчик-лапуня. Лапуня умная и мудрая. Любит читать, узнавать новое. И, конечно, смотреть мультики. Ты любишь смотреть мультики? Нет. Ты уже большая для мультиков, да? Да. А что ты любишь делать в свободное время? Играть в стрелки. Конечно, играть в телефон, в разные игры. Лапуня, мне кажется, станет любимицей всех девочек. Посмотрите, какая она хорошенькая. У нее такие розовые ушки. Мне очень нравится, она говорила, ты ее любимая. Да, Алиса наша любит все такое девчачье. Трумазовый, блестяще. Дальше, ребята, у нас идет Савуня. Артистка и самый творческий персонаж из лесной семейки. Она такого раскрасок, как будто она вот прям красится. Я так и поняла почему-то, подумала об этом. Что она творческая артистка, да? У нее не видно, но у нее вот такая приятная тоже шерсть. Но она очень яркая, и она будет классно смотреться на елке. Вы, ребята, заметили, что у каждого из персонажей есть такие веревочки. Ой, куда наша Савуня улетела? Это чтобы нам елка влезла. Да, для того, чтобы украсить елочку вот такими вот шариками. Мне кажется, будет прикольно. Еще очень удобно у кого маленькие детки, братики, сестрички. Котики, собачки. Которые очень любят игрушки всякие бить. И она может елку скинуть, это будет полезная вещь. Да, мы будем первый Новый год встречать с котиком. И посмотрим, как она будет реагировать на елку. А как мы поедем? Мы же хотели поехать. К бабушке мы обычно ездим встречать Нового кота. Все, я ее возьму с собой, я ее не оставлю. Осталось с бабушкой договориться. У них тоже котик живет, все. Все. Вот такая, ребята, лесная семейка сейчас живет в Евроопте. А мы с вами прощаемся, но... Но это не последняя часть. Мы еще снимем про игру. Еще есть приложение, да, для лесной семейки. И мы снимем обязательно это отдельным видео и расскажем вам, как пользоваться приложением. А еще, ребята, мы хотим сходить в магазин и снять про это видео, как можно, сделав небольшие покупки, получить максимальное количество наклеек, для того, чтобы быстрее насобирать вот такую коллекцию. Поэтому, ребята, смотрите Элинку ТВ, подписывайтесь на Элинку ТВ. Подписывайтесь. Обязательно. Обязательно. Всем пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok